Всем привет! Меня зовут Оля, и это мой канал Просто Бьюти. Сейчас я, наверное, для вас в достаточно непривычном виде, потому что я чуть-чуть переборщила с тональным кремом. Я вижу, что это на камере выглядит странно, но давайте абстрагируемся от этого. Вы видите, что глаза у меня также белые, а это означает, что у нас с вами, наконец-то, будет обзор на палетку Makeup Revolution Mad Love. Я нанесла белую базу, потому что тут многие оттенки достаточно разбеленные, и чтобы просто показать вам, как они работают еще на белой базе, мы с вами будем делать два разных глаза в этом видео. Также расскажу вам про макияжи, которые я делала до этого этой палеткой. Наверное, один-два, один точно был макияж. Ну а сперва не забывайте подписываться на мой канал, если вы тут впервые, также оставлять комментарии, лайки, все внизу, и также внизу в описании будут ссылочки, где можно меня найти. Там будет мой телеграм-канал, обязательно подписывайтесь, подписывайтесь также на него. Там очень много всего интересного, эксклюзивного. Я вам там показала палетку, которую мы с вами будем обозревать, наверное, ближе к концу июля, если я вас заинтриговала. А там очень красиво, и, скорее всего, мультихромы будут аналогами Одденса, то переходите в телеграм-канал, мы с вами там очень тепло общаемся. Ну а теперь давайте приступать к макияжу глаз. Чуть-чуть приблизилась, и я еще сохранила себе вот этот вот вкладыш, который шел в палетке, и тут достаточно такие все-таки тематические названия. Я вам хотела показать, как это все выглядит в палетке, но это прям так сложно. То есть они очень прям подходящие в некоторых случаях. Я не вручаюсь за то, что тут все прям на 100% попадают. Ну, например, зеленый — это мистер джей, розовый — это пудин, фиолетовый — это лавтвер, сиреневый такой I love you, mad house, mad love. То есть, ну, все-таки какие-то отсылки к тематике палетки, к тематике вселенной, она есть. Я вам хотела показать, возможно, я вам еще сейчас покажу в наложении, как выглядит эта палетка, ой, как выглядит этот вкладыш. А палетка сама вот такая вот поближе, чтобы вы тоже видели, как выглядит. Очень интересно, я даже не знаю, с чего начать. Но давайте мы с вами начнем с того, что будем использовать светлый матовый. Я хочу все-таки чуть-чуть его под бровь нанести, чтобы у нас с вами не так все прям было белесо, как могло бы быть. И что я могу сказать? Тени стали матовые помягче, то есть, можно заметить, что они прям пылят вот тут вот. Ну, в каком-то случае, возможно, это хорошо, но сейчас у меня эта кесть не жесткая, если что, достаточно мягкая. Ну, опять же, на любителя. Ну, в целом, тут, наверное, большинство теней такие, что они достаточно мягкие. Давайте я сейчас чуть-чуть подправлю базу белую на веках. И с вами один глаз сделаем такой более спокойный. Будем использовать с вами вот эти вот оттеночки. Ну, а второй глаз мы с вами попробуем сделать что-то вот такое, более яркое. Беру вот такую вот пушистую кисть и светлый матовый. Я, к сожалению, буду их без названий говорить, потому что, ну, сложно, потому что это постоянно надо смотреть в такую отдельную вещь. Если бы они были написаны на палетке, как это было в других моих палетках, то было бы удобней. Цвет приятный, он такой светлый, я бы сказала, на белой базе светло-рыженький, персиковый скорее даже больше. Очень хорошо наносится, хорошо растушевывается, не слишком плотный, но такой приятный. Вот этот вот рыженький оттенок, взяла вот такую вот плоскую пушистую кисть и наношу уже в складку на внешнем уголочке. Работаю потихоньку, чтобы не запортачить макияж на этой базе. Она такая чуть-чуть липкая, поэтому оттеночки могут подзалипать. Он уже такой более яркий, именно рыженький. Подтушевываю все сразу. И во внешний уголочек мы с вами нанесем вот этот вот темно... Я даже не сказала бы, что это темно-коричневый оттеночек. Вот так выглядит название всех оттенков. Это очень сложно на самом деле заснять, но в целом, наверное, я бы сказала 50 на 50, все-таки подходит под тематику. Я даже достала палетку, ой, палетку, книгу Джокер, ну, комикс, чтобы вам заснять, как это все выглядит. Нанесла коричневый оттенок, чуть-чуть зафакапила я своими ручками этот глаз, но все настолько идеально. На самом деле, очень приятная в работе, мягкая, шелковистая. Да, они сыпятся, но за счет этого они очень приятные в тушевке, во всех остальных, скажем так, характеристиках. Если бы я делала этой палеткой свой привычный макияж на привычной базе, в привычной технике, а не как сейчас я подготовила заранее, было бы все в разы лучше. Сейчас даже такой результат на самом деле очень классный. Оттенки очень мягко друг к другу втушевываются. Я вот в этой зоне зафакапила просто потому, что у меня там нету праймера, у меня там только тональный крем запудренный и все. Но вот, скажем так, если закрыть вот эту зону, все остальное идеальное. Я прям смотрю, мне очень нравится. Прям вот тут. Давайте с вами на нижний век мы добавим вот этот вот красный оттенок. Я вижу в камере, что он отдает какой-то розовинкой, но мне кажется, что он идеально подойдет к этому макияжу. Так что в целом, если это будет именно больше красный, то красный, оранжевый, это вот одна тематика. Но я уже вижу, что он больше именно такой малиновый. Это, конечно, проблема, но стоит отметить, что очень сейчас мало именно истинно красных оттенков. Что в основном их делают больше в такой малиновый. На камере он, мне кажется, он вообще у вас как фуксия выглядит. У меня он, наверное, больше все-таки такой красный с малиновой ногой. Истиящик давайте мы с вами возьмем на верхнее веко вот этот вот оттеночек. Добавим вот этот желто-оранжевый. И на нижнее веко хочу вот этот вот красный нанести. Наношу вот на такую козу. Ну, да. Сияшки, конечно, это, скажем так, отдельное удовольствие. Потому что они у Revolution, ну, обычные. И такие специфические. Либо очень сухие, что они крошками наносятся. Либо они очень сильно замыливаются. В данном случае они хорошо наносятся. Но у меня под глазами уже миллион отсыпашек. И можно посмотреть, что вокруг Альфила тоже очень много осыпашек. Не уверена, видно ли на камере. Но вот тут это у меня поблескивает. Это осыпашки от сияющих оттенков. И они никак не снимаются. У меня очень хорошо запудренное лицо. И они вообще там застряли. Прям вот капец. Что прошла с кистью с оттенковой пудрой. И просто посмотрите вот на это розовое пятно. И вокруг носа. У меня просто сполз тон. Возможно, я просто его очень много нанесла. Но это все равно такое себе. Но давайте вернемся к глазику. Я нанесла по нижнему веку вот эти вот два оттенка. Красный и такой розовый. Красный я нанесла ближе к началу нижнего века. И розовый нанесла на остальное, скажем так, место. Мы с вами посмотрели, как выглядит вот этот вот красный оттенок. И я решила, что давайте мы с вами и все сияшки тоже посмотрим. В уголок глаза нанесла вот этот вот белый оттеночек. И под бровь также его. Он в рефиле чуть-чуть вроде как замылился. Но на кисть очень хорошо переносится. И хорошо в целом смотрится. Ну и такой, знаете, я думала, что у нас с вами получится нюдовый глазик. А по итогу такой прям хороший глазик. Яркий достаточно получился. Ну давайте с вами приступать к второму глазу. У меня уже начинаются проблемы. Потому что в целом-то я на самом деле все оттенки уже пробовала. Но хочется вам что-то такое интересное показать. Давайте мы с вами возьмем вот этот вот. Я даже не знаю, как правильно его назвать. Фиалковый. У меня он больше голубой именно оттенок. У вас он все-таки больше фиолетовый. Ой, не на тот глаз. Давайте мы с вами начнем с внешнего уголочка. Я думала подправить те зоны, которые у меня сейчас пошли по одному месту. Но я сделала только хуже. И я не знаю, с чем это связано. Потому что я носила тональный крем. Этот. А это у меня биби-крем от It's Skin. И он прям хорошо на мне сидел. Я грешу на то, что он... Я сегодня прям переборщила им. Я что-то прям очень много на себя выдавила его. И возможно из-за того, что он просто... Его много, он как-то начал некрасиво садиться на кожу через какое-то время, вот пока я делаю макияж. Ну ладно. Дальше давайте возьмем вот этот вот мятный. Дальше я просто, когда я доделаю глаза, я нанесу пудру с оттенком какой-нибудь плотную, чтобы все это перекрыть. Сделаю скульптурирование. Ну, оформлю лицо. Вернусь к вам. И надеюсь, у меня будет уже тогда нормальное лицо. А не как сейчас. Потому что я прям вижу эти места. А я еще пыталась убрать осыпание. И, короче, все получилось не очень. Ой, оттенки прям очень красиво. Очень классно на белой базе раскрываются. Прям вот то, что надо, как в палетке. Мне очень нравится. Возвращаюсь к вам все-таки с почти сделанным глазом. Я нанесла потом на середину века вот этот вот. У вас в камере он выглядит намного ярче и более розовый. У меня это все-таки такой больше сиреневый оттенок. И по нижнему веку вот этот вот голубой шиммер. И в уголок глаза опять же вот эту белую сияшку. Давайте я вам все исправлю, все доделаю. Вернусь к вам. И мы с вами все обсудим. Я вернусь к вам с околоклоунским макияжем. У меня настолько не получилось в этот раз оформление лица. Давайте мы просто сделаем вид, что у меня клоунский макияж под тему Харли Квинн, под тему Джокера. Что-то вот в этой вот истории. Потому что по-другому я объяснить не могу ничего. Просто все отвратно. И все началось с того, что я вообще по-другому нанесла тональный крем, не как обычно. И все, пошло-поехало. Ну ладно, меня на самом деле радуют глаза. Потому что то, что я вижу на белой базе, у меня куда бы... И хайлайтер. Хайлайтер просто бомба. Пушка. Это из коллекции Stellar Diamonds. Ну, он, по-моему, сейчас продается еще в коллекции YouTube Bomb. Постоянный, просто на камере. Просто такой влажный, красивый. Ну, румяна, ладно. Румяна классная, но не в этот раз. Но все отвратительно. Я не могу. Боже, я смотрю на себя в ноутбук. Боже мой. Как я могла такой макияж заснять и сделать? Ладно, давайте. Ладно. В тот же раз говорю уже. Абстрагируемся от моего макияжа. И перейдем все-таки к обсуждению палетки теней. В самый первый свой раз я использовала в макияже вот эти вот три. Вот эти вот, по-моему, три оттенка матовых. И вот эту сияшку. И использовала я их просто на свою обычную прозрачную базу. Без всего. Они на белую. И они очень прям такие были потускневшие. То есть прям очень постельные. Очень разбеленные. Но то, что я сейчас вижу в зеркало. То, что я сейчас вижу в экранчик ноутбука. Они очень классно раскрылись на белой базе. Это вот та истинная пастель с легкой ноткой неоновости. Потому что я вижу, что на камере это все-таки отличается от того, что я вижу в жизни. И они на белой базе раскрываются ровно так, как они в палетке. Это тот случай, когда белая и светлая база, она обязательно даже вот для такого, скажем так, около нюдового макияжа. Очень классно все прям раскрылось. Все очень классно. На самом деле мне в целом макияж глаз даже нравится. В следующем макияже я, по-моему, использовала фиолетовый и зеленый. Тоже все очень классно носилось. Я точно не помню, как эти макияжи выглядели. Если я найду, я их вам вот сюда вот прикреплю. Вставлю, чтобы вы на них посмотрели. Ну и в этот раз мы с вами использовали все, ну, все оставшиеся оттенки, кроме глиттера. Я его на глаза не наношу и в целом вам не советую. Скажем так, на свой страх и риск. Помните, что его, если вы нанесете на глаза, снимать только скотчем. Не размазывать ничего, только скотчем. Аккуратненько прилепили и сняли, чтобы ни одна блестка на вас не осталась. Либо наносите на лицо, не глаза, либо на губы, либо на тело. Помните, это все-таки такая вещь, ну, не прям безопасная все-таки, все-таки. Хоть я и наносила глиттер, я его все-таки, ну, когда-то там давно, в нескольких своих макияжах. Но все же. И, знаете, у меня от Revolution вот из этой линейки еще две палетки. Есть Flower Birds. Это яркая, такая, около яркая. Давайте я сейчас вам их принижу. В ванной при одном источнике света передо мной все выглядит так плохо на самом деле. Ой, глаза на самом деле очень красивые. Посмотрите на хайлайтер. Пастельный глаз. И вот, который я хотела сделать неудовый, но получился такой достаточно яркий. У меня, по-моему, ресницы так вымахли хорошо. Ну, ладно. Очень прям красиво, конечно, но шиммеры, это шиммеры. Обычные, не туохромные, ничего, просто шиммеры. Ой, ну, знаете, в таком ракурсе мне в целом все нравится. Вот такая вот у меня маленькая семейка этой коллекции Forever Flowers. Вот эти две палетки. А вот эта палетка, получается, просто Revolution, Makeup Revolution London. Ну, просто Mad Love. Яркая с попугаем выглядит вот так. Вот видно, что она уже такая прям поюзанная. Но она у меня на самом деле давно. И из этой палетки я, опять же, не использовала вот эти вот три оттенка. Два глиттера и один такой полукремовый сеттин, потому что он отвратный. Матовые тут на самом деле такие прям, не такие, я бы сказала, яренькие, как они в палетке. Ну, давайте сейчас возьму. Вот так вот они выглядят вместе рядом, скажем так. Вот так вот еще вам покажу. Мне просто сложно, потому что картинка все-таки отстает, как я вам говорила. И не всегда контролирую, как я вам показываю. Вроде, оттенки есть похожие. Давайте мы с вами, кстати, проверим. А вот из этой палетки с попугаем это будет Батги. Тут, получается, вот этот вот зелененький будет. Это из того, что я прям сразу вижу. Вот так вот выглядит на пальчиках. На указательном пальце у меня из попугая. Боже мой, как сложно тут расположиться. И, ну, как бы все. Разница, по-моему, уже очевидна. То есть тут оттенки, они намного ярче. И вот розовый еще можно попробовать сравнить. Опять же, все в таком же порядке, по-моему. Ну, вот так вот все вместе выглядит. То есть, ну, качество стало намного лучше. Намного, но у меня вот, видите, как она естит? Просто я вот так вот ее делаю, она естит. Ну, тут ладно, все, это не объективно. Но у меня просто в какой-то момент вот эта верхняя часть, она отвалилась. И вторая палетка, вот такая вот фламинго. Очень симпатичная, очень розовенькая. Мне тут матовые уже больше нравятся, чем из фламинго. Но вот тут вот качество матовых, оно намного лучше. Они более мягкие, более шелковистые, но они сыпятся. У меня в палетке очень много осыпашек было. На лице, по-моему, этих осыпашек уже почти не было. И сияшки тут все-таки тоже стали получше, но они все равно сыпятся. То есть, в любом случае, лучше всего их либо на что-то клейка, либо глаза делать до тона, чтобы вы эти все осыпашки убрали, и потом все хорошо у вас ложилось. А так, на самом деле, мне очень нравится и тематическая вот эта упаковочка, и подборка оттенков, качество теней, оно очень классно. Вот тут, наверное, будет сейчас сводча, чтобы вы так же наглядно все посмотрели. Все просто суперское. Это вот та палетка, которую я хочу на самом деле использовать. Возможно, не ради сияшек, потому что у меня есть что-то более интересное, но матовые, особенно если пастельные оттенки использовать на белой подложке. Боже, это такая красота! Мне кажется, я от Revolution давно такого суперского качества не видела. Я сомневалась, что я получу за... Ладно, я ее купила за 380 рублей со скидкой на Сбермаркете, но так она стоит тысячу с чем-то, тысячу полторы где-то там. И я боялась, что за эту стоимость я получу так себе. Но я уже в телеграм-чатике все-таки сподвигла человеку купить эту палетку, она довольна. И на самом деле я вас хочу сподвигнуть купить эту палетку. Если вам хочется бюджетную яркую палетку, вам нравится вот эта тематика Джокера, DC, Бэтмен, Харли Квинн, Джокер, вот это все. И в целом подборка теней. Если что, там есть в этой линейке вторая нюдовая палетка. Мне кажется, она вот ближе к чему-то вот такому. Возможно, к чему-то такое розово-коричневое. И я думаю, что там качество такое же классное на самом деле. Вот я до последнего не хотела делать макияж на белой подложке, потому что я думала, что, ну, белая подложка это чьи-то что-то, но нет. Эти тени все-таки лучше всего работают на какой-то просто светлой подложке. Не обязательно наносить тону теней на тону консилера, не будем говорить о ком это, чтобы оттенки просто хорошо, лучше смотрелись так, как они должны. Да, некоторые оттенки из этой палетки можно использовать как самостоятельные, но светлые оттенки используйте, пожалуйста, на какой-то светлой подложке. Напишите, как вам мой сегодняшний макияж, какой глаз вам понравился больше, вообще цепляет вас эта тематика, не цепляет, нравится, не нравится гаммы палетки. Я вам желаю всего-всего наилучшего. Всем пока-пока!